Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную шапочку. Исходя из выбранного цвета пряжи, можно связать шапочку как на девочку, так и для мальчика. Я выбрала цвет розовый, буду вязать для девочки. Сделала шапочку с отворотиком и с теплыми двойными ушками на завязочка для того, чтобы шапочка не слазила с ребенка и не приходилось постоянно поправлять. Вот, благодаря теплым ушкам и двойному отвороту, мне кажется, что эта шапочка подойдет и для зимы. Украсила меховым помпончиком, по желанию вы можете сделать помпончик из пряжи, который будете вязать. Я вязала на девочку два годика и ушло у меня практически моточек. То есть, если будете делать помпончик из пряжи, то уйдет один моток на шапочку вместе с помпончиком. Вот, комбинировала я два узора ячеечки и вот такой красивый жгутик большой. Вот, вместилось у меня на шапочку пять рапортов, причем один рапорт, вот он у меня в нерастянутом виде, порядка восьми сантиметров. То есть, исходя из этого, я делала расчеты. Если же вы хотите связать для мальчика, можете вязать все абсолютно точно так же, но опять же таки, сделайте акцент на цвет. Вот, в принципе, мне кажется, подойдет и для мальчика. Под данную шапочку я вязала снут английской резиночкой. Как сделать снут, есть на моем канале отдельное видео. Ссылочку я оставлю под этим видео. И на обхват головы, что я еще не сказала, подойдет где-то порядка 49-52 сантиметров по окружности. От этого исходя ориентируйтесь и приступаем к вязанию. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать пряжу фирмы Ланоса серии Зерда. Здесь полуальпака, полудролон. Более подробно об этой пряжи вы сможете посмотреть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Два номера чулочных спиц, которые вы можете по желанию заменить на круговые, если вам удобнее вязать на круговых. При этом вязание будет абсолютно одинаковое. Это номер 3,5 для вязания резиночки и номер 4,5 для основного узора. Также нам понадобится крючок, ножнички и сантиметр. Предварительно я связала небольшой образец с основным узором и поняла, что мне для данной окружности шапочки нужно связать 5 рапортов. Для начала я буду набирать количество петелек, не соответствующие этим 5 рапортам. Так как рапорт основного узора у нас состоит из 22 петелек, мы умножаем на 5, то есть это получается 110 петель. Но если мы наберем 110 петель для изначальной резиночки 2х2, которую мы будем оформлять от воротик, то получится слишком широкое вязание, так как узор резиночки 2х2 у нас гораздо меньше по плотности, чем основной узор, состоящий из жгутиков. То мы наберем на резиночку меньшее количество петелек и при переходе с резиночки на основной узор мы это количество петелек добавим до полного рапорта. Обычно я беру 15-20 петелек минус, то есть это где-то 110 минус 20 петелек, к примеру, возьмем. Это получается нам нужно набрать 90 петель. Но так как резиночка 2х2 у нас состоит, рапорт узора из 4 петель, то 90 на 2 не делится. Я округляю до 92 петель. Плюс к этим 92 петелькам я должна добавить одну петлю при наборе, для того, чтобы при замыкании круг эта петелька сократилась, и у нас получился замкнутый красивый круг без перепадов. То есть я набираю 2 начальные петельки на одну спицу, для того, чтобы не были они растянуты. И затем при замыкании круг нам очень удобно будет видно, где начальные эти 2 плотные петельки. Затем приставляю вторую спицу и набираю 91 петлю. Четкое количество петель, которое делится на 4 рапорт резиночки 2х2. И плюс 1 петля для замыкания вязания круг. Для удобства я набрала общее количество петелек на 2 пары спиц, а затем делим мы каждую из спиц пополам. То есть нам нужно общее количество петель поделить на 4 части. Пока я делю визуально, я не рассчитываю просто на 4 части, а делю вот так вот. Когда будете вытаскивать спицу, на которой начальные 2 петельки, будьте осторожны, чтобы их не спустить с вязанием. И теперь поделив наше общее количество петелек на 4 рабочие спицы, я предлагаю вам повернуть той стороной, на которой вот эта наборочная косичка имеет вид зубчиками. Вот такими. С одной стороны это красивая сторона, с другой стороны вот такие зубчики. Вот эти зубчики я предлагаю вам сейчас отправить вверх, и чтобы у нас наборочная косичка не была перекрученная. Сейчас мы будем замыкать вязание в круг и сокращать ту лишнюю петельку. Для этого берем в руки спицу, на которой начальные 2 петельки и конечные набранные петельки, где вот этот хвостик нашей ниточки. Мы берем, подтягивая эти петельки к краю спиц, затем к последней петле переносим первую набранную петельку. То есть переснимаем на левую спицу с правой вот эту первую петельку. Далее последнюю петлю набранную мы переносим на первую и спускаем полностью между спиц эту петельку. Вот она у нас. И обратно возвращаем переодетую петельку на правую спицу. Подтягиваем обратно спицы и теперь тянем короткий краешек ниточки на себя, рабочую нить от мотка от себя. И как бы визуально затягиваем вот эту ниточку, которая у нас набранная лишняя для того, чтобы замкнуть вязание в круг. Она у нас сейчас сделает красивое замыкание круга, то есть его практически не будет видно. И что мы делаем? Затянув эту петельку, отправляем хвостик к рабочей ниточке. Вот так. И натягиваем равномерно для того, чтобы сейчас при вязании первых нескольких петелек первого ряда, мы завяжем вот этот хвостик, чтобы вам потом не пришлось спрятать краешек ниточки. Берем рабочую спицу и начинаем вязать первый ряд. Первый ряд это формирование резиночки 2х2. Поэтому вяжем две первые петли лицевые за две ниточки рабочие пока. Две петли следующие изнаночные. Снова две лицевые. И я, пожалуй, бросаю вот этот хвостик нашей коротенькой ниточки. И дальше продолжаю вязать две изнаночные уже только лишь рабочей нитью. Итак, продолжаем до конца ряда вязать две лицевые, две изнаночные, две лицевые, две изнаночные. Раппорт узора резиночки 2х2. Четыре петли, которые постоянно повторяются. Это две лицевые, две изнаночные. Провязав первую спицу, я перейду на вторую, третью и четвертую. И для удобства, сейчас провязав первую спицу, я перед этой первой спицей и между четвертой повешу маркер для того, чтобы видеть, где у меня начало, где конец ряда. Когда у меня раппорт заканчивается одной изнаночной, я со следующей спицы переношу сюда же вторую изнаночную и заканчиваю полный раппорт на одной спице. Теперь вот я беру маркер, в данном случае у меня булавочка эта, и вешаю между первой и четвертой спицей для того, чтобы отметить у меня начало, конец ряда. Вот этот хвостик пока я не трогаю. Провязав уже резиночку, я его тогда просто отрежу, чтобы он мне не мешал. И дальше продолжаю вязать две лицевые, две изнаночные до уже теперь поставленного маркера. Довязали до конца ряда и теперь по сформированным петелькам мы будем вязать, продолжать второй ряд, третий ряд, четвертый и так далее, пока не наберется ширина отворота. Сейчас над лицевыми, за ближайшие стеночки мы продолжаем вязать лицевые петельки. Далее над двумя изнаночными две изнаночные, но за дальние полупетельки. То есть вот они у нас дальние полупетли и мы вяжем изнаночные. Вот таким вот образом. Две, возможно, вот эти изнаночные петли вам будет тяжело связать, так как здесь двойная ниточка, туго очень. А затем продолжаем снова вязать две лицевые за ближайшие стеночки, две изнаночные за дальние стеночки. При круговом вязании изнаночные петли лучше вязать за дальние стеночки, тогда и с лицевой, и с изнаночной стороны. А так как у нас внутренняя, скажем так, отворотик, то это внутренняя часть, вот она внешняя. То будет красиво ложиться вот эти лицевые косички с лицевой стороны при отвороте. Не будут перекрещенные, будут такие вот аккуратные, достаточно. Ну, то есть, как с одной стороны они будут вот такие красивые лицевые, так и с другой стороны. Если же будете вязать изнаночные за вот эти полупетли ближайшие, то у вас получится перекрещенные провязанные изнаночные, и тогда при отвороте получатся такие вот косички, как бы перекрученные. Вот, поэтому старайтесь вязать изнаночные за дальние стеночки, а лицевые за ближайшие. Второй, третий, четвертый ряд и так далее. Вяжем все точно так же над лицевыми петлями лицевые, над изнаночными изнаночные. Итак, я связала 6 см резиночки до линии изгиба, и у меня вместилось 15 провязанных рядочков в высоту. Теперь я сейчас поменяю рапорт узора резиночки 2х2. Наоборот, буду вязать 2 изнаночные, 2 лицевые. То есть, над двумя лицевыми я буду вязать 2 изнаночные, а затем над двумя изнаночными 2 лицевые. Это для того, чтобы у нас был четкий отворот и линия изгиба. Над двумя лицевыми 2 изнаночные, а 2 лицевые над двумя изнаночными вяжем за дальние стеночки. Снова, 2 изнаночные над двумя лицевыми и 2 лицевые над двумя изнаночными за дальние стеночки. То есть, как бы рапорт наоборот. И вот таким вот образом продолжаем вязать полностью весь 16 ряд. Довязав 16 ряд до конца, мы сделали смещение на 2 петельки. И теперь вот по такому сформированному 16 ряду я буду продолжать вязать вторую часть отворота. Но она у меня будет короче на 2 ряда. То есть, если первая часть у меня была 6 см и вместилась 15 рядочков, соответственно, вторая часть у меня будет чуточку уже. Я буду вязать на 2 ряда уже. То есть, сейчас мы связали с вами 16 ряд. Это будет считаться как первый ряд. И еще я довяжу такие же 12 рядочков по рисунку. То есть, над двумя изнаночными буду вязать 2 изнаночные. Также продолжать за дальние стеночки вязать изнаночные. И далее 2 лицевые. Вот таким вот образом вяжем вторую часть после изгиба. То есть, вторую часть отворота шапочки. А затем будем переходить на основной уже непосредственно узорчик. Связав вторую часть после линии отворота, мы сделали 13 рядочков. То есть, на 2 ряда меньше, чем первая наша часть. И сейчас мы меняем спицы на размер побольше и будем делать прибавление петель для того, чтобы перейти на основной узор. Если вы присмотритесь, то увидите вот такие вот столбики из двух лицевых. Чередование там, где у нас было 2 лицевые и 2 изнаночные. И вот из каждых вот этих вот столбиков практически мы будем делать прибавления. Над изнаночными мы просто будем вязать изнаночные. Вот так вот 2 первоизнаночные. За дальние стеночки я так и продолжаю вязать 2 изнаночные, сменив спицы на размер побольше. Далее, из первого столбика, вот она первая идет лицевая первого столбика, мы на ряд ниже спускаемся, вяжем 1 лицевую. И из первой лицевой основной петли 2 лицевую. Далее, вторую лицевую основного столбика просто довязываем. То есть, у нас уже получается вместо 4 петелек связано 5. Далее, повторим 2 изнаночные. Далее, снова из первой лицевой на ряд ниже мы вывязываем петельку. Далее, вяжем первую лицевую и вторую лицевую. Снова добавили 1 петлю. И третий раз так повторим. 2 изнаночные. Из первой лицевой на ряд ниже мы спускаемся, вяжем лицевую. И довязываем далее 2 лицевые из основных петелек ряда. Так мы сделали 3 прибавления. Теперь, из четвертого столбика мы не будем делать прибавления. Мы просто провяжем 2 изнаночные, 2 лицевые. То есть, мы получается 4 столбик от начала ряда пропустили. Далее, повторяем. 2 изнаночные. Прибавление на ряд ниже спускаемся, делаем петельку. И довязываем 2 лицевые. Это первый раз. Далее, 2 изнаночные. Из первой лицевой вывязываем на ряд ниже лицевую. И довязываем 2 лицевые по рисунку. Это второй раз прибавление. Далее, меняем спицы на размер побольше. И делаем третий раз прибавление. Вяжем 2 изнаночные. Из первой лицевой на ряд ниже спускаемся, вяжем лицевую и довязываем 2 лицевые петли. И это третье прибавление. Далее, у нас идет четвертый столбик. Из него мы не делаем прибавление. Просто вяжем 2 изнаночные и 2 лицевые. Повторяем. Делаем снова из трех столбиков прибавление. 2 изнаночные. На ряд ниже лицевая. И довязываем 2 лицевые. Это с первого столбика прибавление. 2 изнаночные прибавления. Довязываем 2 лицевые. Это второй столбик и третий столбик все точно так же. Две изнаночные, наряд ниже лицевая и довязываем две лицевые. Я сменю спицы и начну со столбика без изменения. То есть две изнаночные, две лицевые. И вот так вот я из каждых трех столбиков делаю прибавление, а четверки просто провязываю две лицевые без прибавления. Таким образом у нас в конце ряда добавится 18 петелек. Это нам нужно для того, чтобы добавить до полного рапорта узора количество петелек. Теперь повторяем прибавление. Две изнаночные, наряд ниже лицевая, две лицевые довязываем первый раз. Две изнаночные, лицевая, наряд ниже, две лицевые довязываем второй раз. Две изнаночные, наряд ниже лицевая и довязываем две лицевые третий раз. И теперь 2 изнаночные и 2 лицевые в четвертом столбике прибавления не делаем. Опять 2 изнаночные прибавления, 2 лицевые довязываем. Это первый раз. Меняю спицу на размер побольше. И вяжу второе прибавление со второго столбика. 2 изнаночные прибавления и 2 лицевые довязываем. Далее третий раз. 2 изнаночные, лицевая на ряд ниже, 2 лицевые довязываем. Четвертый столбик прибавления не делаю. Это просто 2 изнаночные и 2 лицевые. И последний раз мы сделаем только лишь 3 прибавления из каждого столбика. Это 2 изнаночные, лицевая на ряд ниже, 2 лицевые довязываем. Первый раз. 2 изнаночные, лицевая на ряд ниже, 2 лицевые. Второй раз. И в конце ряда 2 изнаночные, лицевая на ряд ниже и 2 лицевые в третий раз. Вот таким вот образом мы распределили петельки и сменили все спицы на размер побольше. И теперь в следующем ряду мы будем эти петельки распределять на полные рапорты. Общее количество петелек у нас должно делиться на 22, то есть на рапорты узора. Так как у меня сейчас добавились петельки после резиночки, у меня их было 92, мы добавили 18. И в итоге у нас получается 110 петелек, которые мы распределяем на рапорты. Начинается наш рапорт с 8 лицевых петель. Поэтому сначала рядом изнаночные петельки, я так и продолжаю вязать за дальние стеночки, вяжем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее 2 изнаночные. 1, 2, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Снова 2 изнаночные. 1, 2. Опять 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И 2 изнаночные. Мы провязали сейчас с вами 22 петли. Это первый рапорт узора. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20. 22 петли. Повторяем. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. И я переношу 8 на эту же спицу, для того, чтобы мне было удобно в дальнейшем вязать. 8 лицевых. Далее у нас идут 2 изнаночные. 1, 2. Далее 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И 2 изнаночные. И снова 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И 2 изнаночные. Мы связали с вами 2 рапорта узора полных. И сейчас самостоятельно еще довяжите до конца ряда. Для того, чтобы вам было легко запомнить и понять, у нас сейчас распределяются 22 петли на узор коса, 2 изнаночные промежуточные, узор из 4 лицевых ячейки, 2 изнаночные промежуточные, узор из 4 лицевых ячейки и 2 промежуточные изнаночные. То есть вот эти 22 петли, это 8 лицевых, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные. Это наши 22 петли, 1 раппорт узора. То есть вяжем первый ряд распределения на раппорты. Второй ряд вяжем по рисунку. Точно так же 8 лицевых чередуем с двумя изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 изнаночные. А далее 2 раза 4 лицевые, 2 изнаночные. 2, 3, 4, 2 изнаночные. Первый раз. И 4 лицевые, 2 изнаночные. Второй раз. Точно так же, как мы связали в первом ряду распределение. Вот теперь нам нужно связать по рисунку. То есть второй ряд повторяют первый. В третьем ряду мы начинаем делать перекрещивание. Для начала нам нужно перекрестить вот эти первые 8 лицевых петелек. 4 из них с наклоном вправо, 4 из них с наклоном влево. Поэтому сейчас снимаем непровязанными первые 4 петли из 4 лицевых. Первых мы 2 вот так вот за работой отправляем обратно на левую спицу. Вот так вот. А вторую и третью ставим вместо первой и второй. Вот так. И теперь поочередно все 4 петельки за ближайшие стеночки провязываем лицевыми. 1, 2, 3 и 4. Таким образом мы перекрестили первые 4 петли с наклоном в правую сторону. Следующие 4 петли мы перекрещиваем с наклоном в левую сторону. Поэтому снимаем непровязанные 4 следующие лицевые петли. И перед работой отправляем левую спицу и забираем первую и вторую петельку. 3, 4 переносится за работой и ставится в начало. И теперь все петельки поочередно провязываем по отдельности лицевыми. 1, 2, 3 и 4. Перекрестили следующие 4 петли с наклоном влево. Далее вяжем 2 изнаночные промежуточные. Они у нас будут от начала практически до конца вязаться неизменно. 2 изнаночные. Далее у нас идут 4 петельки. Мы делаем с ними все точно так же, только не на 8, а на 4. Мы снимаем первые 2 петельки непровязанные на правую спицу. Затем за работой забираем первую петельку, а вторую переносим на место первой. И поочередно провязываем сначала первую петлю лицевой, затем вторую. С другими двумя петельками делаем все то же самое, но с наклоном влево. Забираем перед работой первую петельку, вторую за работой перекидываем в начало. И вяжем сначала одну лицевую, затем вторую. То есть мы сделали, получается, 8 петелек наклон вправо-влево и 4 петелек наклон вправо-влево. Теперь вяжем 2 промежуточные изнаночные, которые также будут, как и первая пара, неизменны. И следующие 4 петли повторяем все то же самое, что делали здесь на этих 4. 2 петли снимаем непровязанные на правую спицу. Затем за работой забираем первую петельку, вторую ставим на место первой. И провязываем сначала одну лицевую, затем вторую лицевую. Сделали наклон вправо первых двух петелек. Вторые двух петелек нам нужно сделать наклон влево, поэтому снимаем их непровязанными. И забираем перед работой на левую спицу первую петельку. Вторую ставим за работой первую. И сначала провязываем, получается, вторую, а теперь первую. И тоже сделали наклон сначала вправо, затем влево. 2 промежуточные изнаночные петли довязываем по рисунку без изменений. Нам вот этот рапорт нужно повторить до конца ряда. Нам на 8 петельках нужно сделать перекрещивание в правую сторону, затем в левую сторону. Поэтому снимаем 4 петли, не провязанные, на правую спицу. Затем за работой заводим и снимаем первую, вторую петельку обратно на эту же спицу. Третья, четвертая остается перед работой. Мы переносим в начало вязания. И провязываем все 4 петельки поочередно лицевыми. 1, 2, 3, 4. Сделали наклон в правую сторону. То же самое делаем теперь только в другую сторону, в левую. Снимаем не провязанные все 4 петельки на правую спицу. Затем перед работой забираем первую, вторую петлю. Третья, четвертая остается за работой. Мы их в начало спицы переносим вот таким вот образом. И теперь поочередно провязываем все 4 петельки. Сначала 2 перенесенные, а затем те петельки, которые переносили изначально. То есть делали наклон сначала вправо, затем влево. Теперь переходим на следующую спицу. На ней у нас 2 промежуточные изнаночные, которые будут вязаться без изменения. А затем делаем перекрещивание на 4 петельках. Снимаем непровязанными 2 петли из них. Оставляем одну за работой. Вторая отправляется перед работой в начало спицы. И провязывается сначала 1 лицевая, затем 2 лицевая. Сделали наклон перекрещивания в правую сторону. Теперь делаем то же самое только в левую. Снимаем непровязанные 2 лицевые петельки. Перед работой забираем первую петлю. Вторую петлю возвращаем на место первой за работой. И вяжем сначала одну лицевую, затем вторую лицевую. Все то же самое повторяем еще раз. Две изнаночные промежуточные, снимаем две петли непровязанные, отправляем перед работой вторую петельку, меняем местами, вторую на место первой ставим. И вяжем сначала первую лицевую, затем вторую. Сделали наклон вправо, теперь делаем наклон влево. Снимаем непровязанные, перед работой забираем первую петельку, на ее место ставим за работой вторую петельку и поочередно провязываем две лицевые петли. Так мы довязали с вами два рапорта узора. Вам следует довязать так до конца ряда. Делаем перекрещивание половинки первой в правую сторону, второй половинки в левую сторону. Точно так же и здесь. Первую половинку в правую сторону, вторую половинку в левую сторону. довязав 3 ряд до конца теперь нам нужно связать 4 ряд по рисуночку то есть там где у нас 4 лицевые мы так и вяжем 4 лицевые где 2 изнаночные вяжем 2 изнаночные снова 4 лицевые 2 изнаночные и 8 лицевых я пошла скажем так сзади наперед но в целом там где лицевые вяжем просто лицевые там где изнаночные вяжем изнаночные и тогда связав 4 ряд по рисуночку пятом мы снова сделаем ряд перекрещиваниями но пятом ряду мы будем перекрещивать только лишь вот эти маленькие ячеечки узорчик то есть мы не будем трогать косу а мы просто косу провязываем лицевыми петельками то есть вяжем 8 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 2 промежуточные изнаночные а теперь узор ячеечки мы будем как бы закрывать то есть смотрите мы делали наклон вправо влево как бы открывали ячейку а теперь будем ее закрывать делать сначала влево наклон а затем вправо не провязанные две петельки снимаем на правую спицу затем одеваем сначала первую петлю 2 остается за работой и вторую подтягиваем затем вяжем сначала подтянутую петлю за работой и теперь перед работой то есть сделали наклон влево теперь второй половиночкой нам нужно закрыть вторую часть поэтому снимаем не провязанные две петельки за работой отправляем спицу и на нее переснимаем первую петлю а вторую петлю ставим на место первой и вяжем сначала одну лицевую, затем вторую лицевую. Вот таким вот образом мы с вами закрыли ячейку. Точно также нам нужно повторить второй раз. Две изнаночные промежуточные провязываем между ячейками и теперь нам нужно сделать перекрещивание в левую сторону, а затем перекрещивание в правую сторону. Для перекрещивания в левую сторону снимаем непровязанные две петельки, одеваем сначала первую, вторую оставляем петельку за работой, переносим на место первой и поочередно вяжем сначала одну лицевую, затем вторую. Сделали наклон влево, теперь делаем наклон вправо, снимаем непровязанные две петельки, за работой отправляем первую петлю и на место первой ставим вторую и поочередно провязываем сначала одну лицевую, затем вторую петлю лицевую и довязываем две изнаночные до конца раппорта. То есть, что мы делаем мы сейчас связав первый рапорт видим что мы не тронули первую косу мы провязали по рисуночку 8 лицевых 2 изнаночные промежуточные а затем связали два узора ячейки закрыли то есть это третий ряд рапорта узора ячейки провязали и затем повторяем 8 лицевых без изменения это петли косы широкой далее переходим к ячейкам ячейки закрываем 2 изнаночные петли промежуточные после двух воз после 8 лицевых и затем делаем перекрещивание в левую сторону снимаем непровязанные две петли сначала одеваем одну петлю за работой отправляем вторую петлю и провязываем лицевую раз лицевую второй раз 2 непровязанные петельки за работой отправляем первую петлю и на место первой ставим вторую и так и провязываем 2 лицевые петли закрыли первую ячейку далее у нас две промежуточные изнаночные и повторяем все то же самое делаем наклон в левую сторону снимаем непровязанные две петельки одеваем первую за работой одеваем вторую и провязываем поочередно 2 лицевые петли затем 2 снимаем непровязанные петельки за работой отправляем первую петлю и на место первой ставим вторую и точно так же провязываем их лицевыми 2 изнаночные петли довязываем до конца второго рапорта закрыли ячеечки и повторяем точно так же до конца пятого ряда перекрещивая только лишь узор ячейки косу не трогаем довязали до конца пятый ряд и шестой ряд мы свяжем с вами по рисунку то есть над восьми лицевыми 8 лицевых над изнаночными промежутками по 2 изнаночные и над четырьмя лицевыми петельками ячеечек 4 лицевые и это будет последний ряд рапорта высоты то есть вяжем шестой ряд по рисуночку а затем седьмой ряд мы возвращаемся и будем вязать как третий ряд перекрещивать и большую косичку и открывать узор ячейки то есть сейчас мы из восьми лицевых переносим четыре не провязанные петли на спицу далее за работой отправляем первую вторую петлю третью четвертую перед работой переносим вместо первой и второй и провязываем все четыре петельки лицевые 1 2 3 и 4 сделали перекрещивание в правую сторону затем мы делаем следующие 4 петли с перекрещиванием в левую сторону для этого снимаем все четыре петли лицевые не провязанные перед работой снимаем первую вторую третью четвертую отправляем за работой переносим на место первой и второй петельки и далее снова все четыре петли поочередно вяжем лицевыми петлями сделали перекрещивание большого жгутика или большой косички далее промежуточные изнаночные и начинаем открывать ячейку с наклоном в правую сторону две непровязанные лицевые снимаем на правую спицу за работой отправляем первую петлю переносим перед работой вторую петлю и ставим на место первой поочередно провязываем наклон вправо теперь следующая часть наклон влево снимаем непровязанные 2 петельки сначала перед работой переносим на спицу первую петлю вторую ставим за работой перенося на место первой и провязываем поочередно две петли лицевые провязали наклон вправо влево и далее две промежуточные изнаночные и точно так же повторим еще раз сначала наклон делаем вправо за работой оставляем первую петельку вторую петельку на место первой и вяжем их лицевыми петлями далее снимаем перед работой забираем первую петлю вторую за работой отправляем на спицу обратно и провязываем две лицевые петли две промежуточные изнаночные довязываем до конца раппорта я думаю что здесь ничего сложного нет мы просто делаем наклон вправо влево право влево право влево промежуточные изнаночные у нас вяжется по рисуночку вот так вам нужно продолжить вязать наши раппорты то есть хотите можете включить с третьего ряда и начинать вязать так седьмой ряд но в принципе я думаю что здесь все как бы предельно понятно вы делаете перекрещивание снимаете первую часть половиночку с большого жгутика первую вторую переносите за работу третью четвертую ставите в начало и провязываете поочередно все четыре петли лицевые 1 2 3 и 4 перекрестили наклон вправо сделали теперь 4 петли оставшиеся нужно сделать с наклоном влево для этого снимаем не провязанные 4 петли отправляем перед работу первую вторую петельку третья четвертая уходит у нас за работу мы их подхватываем и точно также отправляем в начало спицы вот так будьте осторожно когда соскальзывают вы их поправляете и поочередно точно также провязываем 4 лицевые 3 4 хотите можете если вам неудобно так сразу перекрещивание делать можете использовать дополнительную спицу тогда на дополнительной спицы вы сначала оставляете две петли за работой следующие две петли провязываете и затем сзади за работой две петли возвращаете точно также две петли оставляете перед работой две провязываете затем две с дополнительной спицы если вам так удобнее сделав перекрещивание большого жгута делаем перекрещивание маленьких ячеечек две промежуточные связали затем вправо влево вправо влево вправо влево все как бы наш седьмой ряд состоит как третий затем четвертый ряд мы с вами свяжем по рисунку как ложатся петельки это без изменения 8 петель лицевых петельки косички затем две промежуточные изнаночные 4 лицевые петелечки ячейки две промежуточные изнаночные 4 петли ячейки и две промежуточные изнаночные то есть по рисунку пятом ряду мы сделаем перекрещивание только лишь закрытие ячейки сначала влево затем вправо то есть как вязали с вами пятый ряд мы так будем вязать с вами девятый ряд вот то есть чередуем все запомните четные ряды вяжутся по рисуночку это второй четвертый шестой восьмой и так далее и через ряд один нечетный ряд вы делаете перекрещивание то закрытие ячейки влево вправо то чередование перекрещивание всех полностью жгутиков и ячеечек делая открытие то вправо то влево то вправо то влево и большого жгута косички и маленьких вот этих косичек или ячеек вот то есть провязав маленькую одну ячеечку обязательно повторяете все то же самое со второй ячеечкой делаете открытие значит делаете и второй ячеечки открытие делаете закрытие значит и второй ячеечки закрытие я думаю что здесь ничего сложного вот так вот продолжаем вязать наш узорчик для тех кто не понял как вязать хотите можете открыть с третьего ряда и вязать по видео хотите можете посмотреть отдельное видео как вязать узор ячейки чтобы вы поняли как отдельно вязать этот узорчик и точно также есть узорчик перекрещивание жгутика или косички из восьми лицевых петель то есть делим пополам и первую часть перекрещиваем вторую часть перекрещиваем она всегда перекрещивается одинаково то есть мы повторяем вот этот третий ряд седьмом ряду затем провязываете опять 4 5 6 ряд опять в седьмом ряду или 8 9 10 и так далее вот отсчитывайте как вам удобно хотите возьмите счетчик рядов то есть хотите можете использовать маркеры для того чтобы понимать в каком ряду вы находитесь хотите можете просто на листочке отмечать и все у нас получается вот такой отворотик четкая линия изгиба и прячется вот это начальное там где мы делали прибавление петелек под отворотом и уже видно четко наш рапорт связанный узорчиком связав полных 5 рапорта в высоту сейчас мы находимся в начале 6 рапорта где будем делать перекрещивание и большого жгутика и ячеечки наши поэтому сейчас делаем перекрещивание в правую сторону снимаем 4 непровязанные петельки 2 1 оставляем за работой и 2 вторые петельки переносим в начало провязываем все петельки 4 лицевые вот и точно так же делаем перекрещивание в левую сторону все 4 непровязанные переснимаем на правую спицу затем две первые оставляем перед работой вторые петельки переносим начало и снова все 4 петельки провязываем лицевые сделали перекрещивание большой косички и теперь идут промежуточные 2 изнаночные петли вот эти промежуточные изнаночные петельки мы сейчас будем сокращать поворачивая дальними полупетлями вперед провязываем 2 вместе изнаночные одной петелькой вот так далее нам нужно делать перекрещивание вправо мы делаем вторую петельку в начало ставим первой петлей и провязываем лицевыми петлями далее перекрещивание влево вторую петельку за работой отправляем вперед и снова провязываем 2 лицевые теперь снова на две промежуточные изнаночные мы вяжем за дальние стеночки поворачивая 2 петли вместе одной изнаночной петлей вот так и далее снова перекрещивание делаем в правую сторону первая петля отправляется за работу не провязываем две лицевые далее перекрещивание в левую сторону первая петля отправляется перед работой 2 за работой и провязываем 2 лицевые и вот он наш третий промежуточек это 2 изнаночные поворачиваем дальними стеночками и вместе вяжем одной изнаночной петлей вот мы связали с вами раппорт узора. И что мы видим? Какие изменения? Мы в первом ряду убавления макушки убавили с вами все, вот во всех промежутках, с двух петелечек изнаночных, сделали по одной петле. То есть убавили 3 петли в одном рапорте. И теперь наш рапорт составляет косу промежуточная, одна изнаночная, ячеечка промежуточная, одна изнаночная, вторая ячеечка и промежуточная одна изнаночная петля вот так нам нужно провязывая в первом ряду рапорта там где перекрещивание убавить по одной промежуточной петле каждом промежутке там где у нас изнаночные петельки довязали первый ряд макушки и убавили по одной петельке в каждом промежутке теперь мы будем убавлять петельки вот в этой большой центральной косе первые две лицевые из 8 мы вяжем две лицевые далее попарно провязываем две центральные вот так вот пары делаем по одной лицевой ввязываем то есть сокращаем получается две центральные петельки и довязываем в конце еще две лицевые теперь у нас вместо 6 петель косы всего вместо 8 петель косы всего 6 теперь промежуточная изнаночная мы над ней так и вяжем продолжаем изнаночную здесь в ячейках все без изменения 4 лицевые далее изнаночная промежуточная 4 лицевые 2 ячейки и изнаночная 1 промежуточная снова перешли к петлям косы и нам нужно две первые две последние провязывать а две центральные попарно провязывать вместе то есть сначала вот центральные две с одной стороны и центральные две с другой стороны провязали сократили две по серединке петельки и довязываем до конца косы еще две лицевые петли и все остальное без изменения то есть это ряд там где мы должны вязать все по рисунку поэтому соответственно вяжем все по рисунку единственное что делаем сокращение в большой косе сокращаем две центральные петельки вот и повторяюсь из 8 у нас должно остаться в косе всего 6 петель первую вторую провязываем лицевыми затем делаем убавление 1 следом убавление 2 1 и 2 лицевые довязываем промежуточная изнаночная по рисуночку и точно также с этой стороны мы уже начали с вами получается следующий раппорт и продолжаем дальше вязать где ячейки без изменения в косе убавили две петли 2 ячейки без изменения третьем ряду мы так и продолжим делать убавление в большой косе но при этом у нас сейчас по рапорту ячейка должна закрываться первую вяжем петлю лицевой далее делаем убавление 2 вместе провязываем 1 лицевой петлей центральную петельку со следующей мы провязываем также с убавлением 1 лицевой и последнюю петлю лицевой то есть мы снова сделали получается две центральные петельки провязали с одной стороны убавление и 2 центральные петельки с другой стороны теперь вместо 8 у нас 4 петли лицевые в косе далее промежуточная изнаночная так и вяжем по рисунку и делаем перекрещивание закрытия в левую сторону нашей ячейки провязываем две петли лицевые снова поменяли местами петельки оставили первую за работой вторую перед работой и также провязываем 2 лицевые промежуточная изнаночная сделали закрытие ячейки вторую то же самое закрываем точно также делаем наклон влево перед работой 2 за работой сделали перекрещивание и далее первая за работой 2 перед работой и 2 провязываем лицевыми промежуточная петля продолжает идти изнаночная то есть мы сделали получается в третьем ряду раппорта там где у нас вот ячейка получается следующий раппорт это закончится уже следующий ряд это закончится раппорт поэтому как вы видите мы ничего не меняем только лишь убавление продолжаем делать вот в этой большой косички вот все ячейки вот эти у нас пока идут без изменения мы продолжаем делать убавление косички точно также до конца этого ряда уменьшая количество петелек на 2 первую лицевую вяжем далее делаем подряд два убавления то есть два попарно провязываем раза вместе две петельки и последнюю петельку просто довязываем то есть из 6 петель снова оставили во втором раппорте 4 петелечки все остальное по рисуночку без изменения делаем закрытие ячейки довязали до конца третий ряд и в четвертом тоже самое мы будем центральные вот эти две петельки сокращать то есть первую лицевую мы так и вяжем лицевой далее вяжем две центральные петельки большой косички вместе одной лицевой и довязываем одну лицевую то есть в этом ряду мы убавим по одной петельки в центре косы далее у нас идет изнаночная и мы по рисуночку в этом ряду должны провязать ячейки то есть в этом ряду это вяжется без изменения получается последний ряд раппорта узора высоту узора ячейки вот промежуточные петельки мы также вяжем по рисуночку изнаночными петлями и снова дойдет дойдя до следующей косички мы точно также по центру убавим две петельки первую вяжем лицевой далее по центру две вместе одной лицевой то есть делаем убавление и довязываем до конца косы последнюю петельку убавили косе большой петельки вот и далее продолжаем вязать по рисуночку промежуточную далее 4 лицевые петли нашей ячейки и затем снова промежуточная 4 петли ячейки и промежуточная то есть вяжем по рисуночку но большой косе убавляем центральные две петельки и довязываем последнюю петлю до конца косы пятом ряду снова первую петельку из большой косички вяжем лицевой и далее две последние лицевые оставшиеся вяжем вместе одной лицевой затем промежуточная изнаночная и делаем раскрытие ячейки меняем местами с наклоном вправо вяжем две петельки вот вторую ставим как первую и провязываем 2 петельки лицевые далее делаем наклон влево и ставим вторую перед работой вот так вот связали перекрещивание открыли ячеечку и вторую ячейку повторяем тоже самое изнаночную промежуточную связали далее делаем перекрещивание в правую сторону связали наклон вправо теперь делаем наклон влево первую оставляем перед работой все пору за работой и сделали наконец влево промежуточная петля, изнаночная. То есть все делаем, как бы мы начинали вязать первый ряд с перекрещиваниями, первый ряд рапорта. Но уже вместо того, чтобы делать перекрещивание большой косички нашей, мы просто сокращаем две последние оставшиеся лицевые петельки, после того, как первую провязываем также лицевой. В шестом ряду у нас остается всего лишь две петельки из большой косички. Поэтому мы эти две петельки провязываем вместе одной лицевой. То есть мы заводим за вторую петельку и вот так вместе провязываем, делаем убавление. И теперь у нас остается промежуточная изнаночная. И в этом ряду мы должны будем вязать ячейки без изменения по рисунку. То есть четыре лицевые, это второй ряд после перекрещивания петелек. То есть промежуточные и петли ячейки мы вяжем по рисунку. И лишь только в большой косе мы вяжем две петельки вместе одной лицевой. То есть нашу косичку сокращаем до самой последней петельки. Теперь у нас из восьми петель начальных косички, теперь всего лишь одна петля на макушке. И все. Теперь промежуточные петельки вяжем. Одна изнаночная, четыре лицевые петли, где ячейки наши. Вот так вот до конца. Довязали ряд до конца и в следующем ряду я вам предлагаю сократить вот эту получается петельку, там где у нас была косичка. И следующую изнаночную промежуточную петельку провязать вместе. Но для того, чтобы провязать вместе, мы поворачиваем вот такой вот, как бы получается, дальней стеночкой назад и вяжем вместе за дальней стеночкой вместе с изнаночной петлей. То есть как бы продолжаем эту лицевую вывязывать дальше. Теперь у нас в этом ряду должны перекрещиваться ячейки с закрытием. Поэтому мы точно так же, как и раньше, должны, скажем так, делать закрытие в одну сторону в левую, затем во вторую сторону в правую нашу ячейку. Но так как сейчас это уже последние петельки, то мы делать будем закрытие ячейки и параллельно убавлять петельки. Для начала поверните две первые петельки дальними стеночками вот так вот вперед. Как бы разворачиваем. Точно так же, как мы сейчас делали с первой петлей. И за дальней стеночки вяжем две вместе одной лицевой. То есть мы таким образом сделали наклон влево и сократили одну петлю. Далее вяжем просто заводя за вторую петельку две вместе одной лицевой. И так у нас получился наклон вправо и точно так же сделано убавлением. Теперь мы вяжем одну промежуточную петлю и снова точно так же поворачиваем назад вот так вот дальними стеночками и за них вяжем вместе одну лицевую. И за ближайшие стеночки с другой стороны делаем наклон в другую сторону. Теперь переносим. Можете провязать в принципе вот эту изнаночную. А далее поворачиваем, переносим вот эту лицевую дальней стеночкой. И точно так же, как в начале ряда, мы первые две петельки провяжем вместе за дальнюю стеночку. Это одна лицевая, которая тянется у нас с косички. И первая промежуточная между ячейкой и косой. Далее снова разворачиваем дальними стеночками и вяжем вместе за дальние стеночки полупетельки одной лицевой петлей две петельки. Далее с другой стороны просто заводим и за ближайшие стеночки снова делаем убавление. Затем промежуточная петля и точно так же разворачиваем вторую ячеечку и вяжем за дальние стеночки. То есть делаем как бы наклон влево и параллельно убавление. Наклон вправо и параллельно убавление. Далее у нас остается одна промежуточная изнаночная. Мы ее довязываем. Далее лицевую разворачиваем на дальнюю стеночку и точно так же за дальние стеночки вместе с изнаночной вяжем лицевую. То есть мы сейчас убавляем все максимально, скажем так, как нам удобно по рисуночку. Провязав за дальние стеночки первые полупетельки, мы вяжем за ближайшие стеночки вторые полупетельки. И снова изнаночная над изнаночной и делаем убавление второй ячейки. То есть я уже заканчиваю и максимально хочу сократить количество петелек, чтобы у нас была не стянутая макушка. Дойдя до первой лицевой петли косички, я снова в начале рапорта убавляю одну петельку изнаночную промежуточную. Далее убавляю в ячейках, делаю закрытие ячейки и параллельное убавление. И изнаночную довязываю. И тут на последней я сделаю точно так же убавление 2 на ячейке. Затем изнаночную промежуточную и первую лицевую вместе с изнаночной провяжу вместе. То есть просто максимально сужаем наше вязание. Провязав до конца седьмой ряд, я предлагаю вам спустить на первую спицу последнюю провязанную изнаночную петлю ряда. И теперь смотрите, вот с этой изнаночной мы первую лицевую, которая тянется с нашей косички, провяжем одной петлей вместе с изнаночной. То есть вот так вот, одной лицевой. Сокращаем ту изнаночную петлю. И дальше у нас идут 2 петли сокращения с ячейки. Мы также их вяжем одной петлей вместе. Далее идет промежуточная и изнаночная, так и вяжем изнаночную. 2 петли вместе нашей ячейки сокращения и промежуточная и изнаночная. Эту промежуточную и изнаночную мы не сокращаем и переносим к вот этой лицевой нашей петельке, которая тянется с косы. И вместе вяжем с лицевой одной петлей. Далее снова у нас петли ячейки. Мы их вяжем вместе одной лицевой. Промежуточная петля мы вяжем по рисунку и 2 вместе лицевой со второй ячейки. Мы делаем убавление. Затем снова мы, получается, лицевую петлю с косы и первую изнаночную слева мы провязываем вместе одной лицевой. И дальше точно так же попарно провязываем с ячейки 2 вместе одной лицевой петли. Далее промежуточная и изнаночная. Снова со второй ячейки 2 вместе одной лицевой. И вот эту промежуточную вяжем вместе с лицевой с косички. То есть, как бы продолжение с вот этого листочка мы дальше сокращаем с другой стороны уже ячейки и промежуточная и изнаночная. У нас остается вот она одна спица. Точно так же делаем сокращение ячейки. Далее сокращение с косы вместе с изнаночной петлей. То есть, я сейчас просто попарно провязываю. И вот эти промежуточные петельки, которые у нас как бы лишние сейчас, я их просто провязываю независимо от узора. Далее у нас снова ячейка. Мы точно так же провязываем попарно. То есть, вот они наши ячейки сократились с 4 до 1 петельки. Коса сократилась до 1 петельки. И есть еще промежуточные и изнаночные. Досокращали до конца ряда. И в следующем ряду мы просто попарно провяжем каждую петельку. Две первые вместе одной лицевой. Далее две следующие. Я поверну изнаночную дальней стеночкой вперед. Вместе лицевой вяжем. Это просто для того, чтобы красиво и удобно легла петелька. Следующую петлю мы переносим к следующей петле. И вяжем попарно. Две петельки вместе. То есть, я просто сейчас попарно провязываю две петли. Изнаночные я поворачиваю ближайшими стеночками. Для того, чтобы красивыми петельками они выглядели в итоге. А та петелька, которая без пары, я переношу на следующую спицу. Чтобы провязать попарно со следующей петелькой. Вот так вот. И снова изнаночную поворачиваю. И вместе со следующей петлей провязываю одной лицевой. То есть, я все петельки провязываю попарно. И лицевой петлей. И у нас остается в конце. Вот она изнаночная. Я ее провязываю вместе. Повернула со следующей. Это уже первая петля. Или это следующего ряда. Нет, это еще не первая петля следующего ряда. Это просто доходим до конца. Вот так вот попарно, попарно. Довязываем до самой последней петли. Довязали убавление до конца ряда. И следующий ряд я вам предлагаю оставшиеся буквально здесь вот у меня 5, 6, 7, 8, 9, 10 петелек провязать лицевыми петлями. Это для того, чтобы выровнять все предыдущие убавления, которые у нас были в предыдущих рядах. То есть мы сейчас просто провяжем все петельки лицевые, чтобы потом было еще удобно нам стянуть и перенести все петли на рабочую ниточку. Довязали лицевыми. Теперь вяжем первую петлю как бы следующего ряда, получается уже начальную петлю лицевой. И возвращаем обратно на левую спицу. Далее поочередно переснимаем на нее каждую петельку с первой спицы. Затем эту петлю переносим на следующую спицу. Свободную спицу можете убрать, она нам больше не нужна. И с этой теперь спицы на рабочую петельку мы переносим поочередно, спуская полностью срезание петли. И на последнюю спицу мы точно так же переносим петлю и спускаем с нее вот так вот поочередно на эту рабочую петельку все петли. Таким образом мы с вами собрали полностью все петли, все которые у нас оставались, их 10 было, перенесли на одну спицу. И теперь мы для удобства берем крючок, переносим на крючок эту петельку. Спицы нам уже не нужны. Вот так вот поддерживаем. И теперь, чтобы затянуть вот эту дырочку на макушке, которая нам не нужна, мы тянем то рабочую ниточку, то рабочую петлю на крючке. Снова рабочую ниточку, петлю на крючке. Рабочую ниточку. Когда макушка у нас затянулась, мы пропускаем сквозь петельку рабочую нить. Делаем воздушную петлю раз. И второй раз точно так же делаем. И привытаскиваем вот так вот ниточку. Теперь эту ниточку можно будет отрезать. У нас зафиксирована нить здесь двумя воздушными петельками. И нам останется лишь только вытащить отрезанную ниточку на изнаночную сторону и спрятать краешек с изнаночной стороны. Но не спешите обрезать. Всегда рекомендую перед тем, как отрезать ниточку, примерить на голову шапочку. То есть, если все подходит, она не широкая, не узкая, не длинная, то есть по глубине она подходит, все хорошо, то тогда лишь отрезаем ниточку, прячем хвостик и по желанию на макушечку прикрепляем помпончик. Конечно же, хотите, если можете сделать ушки. Для тех, кто хочет сделать ушки, переходите на видео часть вторую, где мы с вами обязательно свяжем. Я покажу, как рассчитать, как вывязать и как прикрепить жгутики-завязочки. Конечно же, кому понравилось, не забудьте лайкнуть. И спасибо, что оставались со мной. До встречи во второй части, где мы продолжим вязать ушки для шапочки.